Восемь лет колонии строгого режима грозит 25-летнему жителю Саранска. Его осудили за угон, грабеж и похищение. 20 июля прошлого года нетрезвый молодой человек угнал Ford Focus из автосервиса по улице Строительная. Автомобиль он оставил около одного из домов в селе Новая Акшина Старошайговского района. Затем 5 сентября во время поездки в такси недалеко от села Белозерья злоумышленник начал угрожать водителю и заставил его отдать управление автомобилем. Мужчины приехали в один из домов по улице Первомайское села Алтар. Там обвиняемый несколько раз ударил водителя по голове и спине и похитил у него деньги. Угрозами он сталкал потерпевшего в багажник и уехал в сторону села Аксенова. Водителю удалось сбежать во время остановки на заправке. Приговор осужденный обжаловал, однако суд оставил свое решение без изменений. Приговор выслушал житель деревни Полянки, избивший соседа деревянным черенком. Конфликт между мужчинами произошел 31 июля 2021 года. 67-летний местный житель в ходе ссоры несколько раз ударил своего 66-летнего соседа черенком по предплечью и голове. А когда тот упал, еще несколько раз ударил по разным частям тела. Свидетельницей стала супруга потерпевшего, которая пыталась остановить драку. Ее пенсионер тоже ударил черенком по ноге и начал угрожать. Потерпевшие обратились в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину. В отделе полиции он признался в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. 38-летняя жительница Саранска выслушала приговор за выращивание и хранение марихуаны. В июне прошлого года сотрудники Управления наркоконтроля Республиканского МВД обнаружили в бане женщины горшки с коноплей, а также само наркотическое вещество. Как установлено в ходе предварительного расследования, в конце 2020 года женщина приобрела в интернете семена конопли. В последующем она культивировала 21 куст наркосодержащего растения с целью личного потребления. Жительница Саранска была признана виновной по двум статьям. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотическое средство, и незаконное хранение наркотических средств. Общая масса изъятого более 800 граммов суд назначил женщине три года и один месяц лишения свободы условно. Жительница Рузаевки потеряла полтора миллиона рублей, попавшись на уловки мошенников. 3 мая женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он уточнил, не подавала ли она заявку на смену привязанного номера телефона к карте. Женщина ответила отрицательно, и тогда он уверил, чтобы предотвратить кражу денег со счета, нужно скачать на телефон специальную программу и отправил ссылку. Через несколько минут злоумышленник вновь позвонил своей жертве и сообщил, что программа не помогла. И теперь все деньги с ее лицевого счета нужно перевести на другой, безопасный, с которого ей обещали перевести деньги обратно. Женщина, поверив мошеннику, с помощью мобильного приложения перевела на его счет полтора миллиона рублей. Не дождавшись возврата, спустя сутки она обратилась в полицию. Там им ей объяснили, что общалась она не с сотрудником банка, а с мошенником. Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия. Ранее судимая жительница Саранска понесет наказание за кражу, мошенничество и умышленное причинение легкого вреда здоровью. В декабре прошлого года женщина попросила у 59-летней знакомый телефон, чтобы якобы послушать музыку. На самом же деле девушка с помощью мобильного банковского приложения перевела на свою карту 26,5 тысяч рублей. Как выяснилось в ходе расследования, это не единственное преступление по отношению к этой женщине. Зимой потерпевшая рассказала девушке о том, что хочет приобрести кошку породы Майкун. Обвиняемая предложила помощь в покупке, для этой цели получила от женщины 9200 рублей и потратила их на личные нужды. А в декабре прошлого года, находясь в гостях у потерпевшей, девушка вступила в конфликт с 47-летним мужчиной. В ходе ссоры она взяла со стола картофельмялку и ударила обидчика по голове. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что в результате полученных телесных повреждений здоровью пострадавшего причинен легкий вред. Свою вину ранее судимая за совершение кражи местная жительница признала полностью по приговору суда с учетом ранее назначенного наказания. Ей присудили два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Жители Отяшевского района осудили за повторное вождение в нетрезвом виде. Местный житель уже имел судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Однако в феврале повторил нарушение, находясь за рулем Влада Приоры. Мужчину установили сотрудники ГИБДД. На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Мужчина также лишен права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года 5 месяцев. Житель Чамзинского района отдал правоохранителям найденное на дне пруда в селе Пенеглей оружие. Сотрудникам полиции 56-летний мужчина передал обрез гладкоствольного одноствольного охотничьего ружья неустановленного калибра года производства и маркировки. Он пояснил, что знает об ответственности за незаконное хранение оружия. Обрез отправили на экспертизу, проводится проверка в результате которой рассмотрит вопрос о денежной компенсации. Сотрудники МВД Мордовии совместно с управлением Росгвардии проводят совместную профилактическую акцию «Оружие-2022». В ее рамках жители республики могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение. Для этого достаточно обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД на районном уровне, либо в управление Росгвардии по республике Мордовия. Напоминаем, что добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождают от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.